Итак, мы заканчиваем, уже время, и tomorrow this first step will be finished, but tomorrow we don't have sannyas, but tomorrow we don't have sannyas will be after tomorrow, 1 августа. Один день они расслабятся, отдохнут, и будет затем праздновать. И сannyas will be the same, that they know satsang, but sannyas. И саньяса будет, там, в этот день не будет сатсанга. И те, кто хотят принять саньясу, дайте свои имена сэвики. Послезавтра начнется ретрит первого-второго. И те, кто хотят принять участие в этом ретрите, дайте свои имена Дани. Лучше, чтобы вы сегодня уже дали свои имена, чтобы оценить, сколько людей и кто будет участвовать. И для саньясы необходимым условием является ежедневная медитация. И те, которые проходят группы, первый, второй, третий, четвертый шаг, для них медитация является очень и очень обязательной вещью. Те, кто принимают саньясу, может быть, иногда они не делают, это хорошо, окей. Но кто, кто делает группу, для них больше ответственности. Потому что вы должны идти больше и выше, и выше. Вы должны делать каждый день медитацию. Но те, кто делают, проходят через группы, у них ответственность намного больше. Они должны абсолютно каждый день делать медитацию. Например, иногда кто-то говорит, что я не принимаю саньясу, потому что я не могу удовлетворить условия, чтобы каждый день медитировать. Это очень хорошо. Он говорит, что это очень хорошо. Но если человек прошел через первый, второй, третий и четвертый шаг и не принимает саньясу, тогда это неправильно. Тогда вы должны не проходить следующие шаги. Потому что во время этих шагов гораздо больше ответственности, больше медитации, чем когда принимаешь саньясу. Таким образом, кто вы делаете или вы приходите к следующему шагу, будьте очень очевидны, что вы должны делать медитацию. Таким образом, для меня, с вами, работа будет гораздо сильнее, если вы не делаете медитацию. И те, кто проходят через группы, через шаги, должны осознавать, что медитация является абсолютно обязательной. В противном случае, если вы не медитируете, у меня гораздо больше работы создается. И в чем заключается эта работа? Вот, к примеру, вы прошли второй шаг, у вас создалось некое пространство. И затем, через шесть месяцев, вы не медитировали, приходите ко мне и абсолютно наполнены темнотой. И очень много работы необходимо делать по очищению этой темноты, нежели бы в обычной ситуации, если бы вы медитировали. Лучше, конечно, если, когда вы встречаете со мной в следующий раз, чтобы вы пришли более чистыми, более светлыми. Но это может произойти только в том случае, если вы ежедневно занимаетесь медитацией. Был один мастер и ученик. Однажды мастер подозвал этого ученика. И он сказал, что сейчас я закончил с вами что-то. Теперь, в последней уроке, вы идете в этом городе, в этом месте, в этом доме, в этом доме. И он тебе научит. И он послал своего ученика к человеку, который был хозяином гостиницы. Ученик пришел и сказал, что мастер послал меня к вам. Тот сказал, хорошо, располагайся. Он готовил, и им принимали пищу. И после еды, хозяин помыл посуду и поставил на кухню. Он сказал, хорошо, мы поели, и мы идем спать. Они легли спать, и затем ночью, в 12 часов, этот ученик услышал, что что-то происходит. Он вышел, пришел на кухню и смотрит, там хозяин моет ту же самую посуду. Он уже 3 часа назад эту же самую посуду помыл, наверное, он какой-то сумасшедший и пошел спать. Затем, рано утром он проснулся, что-то услышал, пришел на кухню и смотрит, и хозяин опять моет эту посуду. Он сказал, хорошо, мы не можем его спросить, потому что на второй день это произошло. Тогда для него это очень сложно. Он просто сказал, что-то, что-то... И хозяин сказал, что-то не говори. И ему было очень неудобно, и любопытство его разбирало. И он спросил хозяину, что это такое, хозяин сказал, тихо. На третий день, опять то же самое происходит. И он начал спрашивать, что это за ерунда? Ты все время моешь чистую ту же самую посуду. Это очень странно. И он ответил, тихо, ничего не спрашивая. И на пятый день он просто просто встал, и он встал. И он встал. Что ты делаешь? Ты реально встал. Я встал встал, чтобы смотреть, и пахать. И снова встал. И снова встал. Я встал встал. И на пятый день этот ученик уже сорвался и сказал, что за это сумасшествие. Я, глядя на то, как ты моешь эту посуду, сам уже начал сходить с ума. Что это за ерунда вообще? И тогда он начал говорить. Он сказал, мастер прислал тебя сюда. Для последнего урока. Это и есть последний урок. Прайвание. День-день. 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 Иск74. Б herbs. День-день. с той же льда, подтри-день тура сердца ей. Б willkommen к нам. Hola. О раме. На первом nächsten. День-день. БFor 달�лением День-день. Смотрите-imi. Ну что прошui мед labor, но и держать с ума больше ninety-день. И этот хозяин сказал ему, ложась спать, делай медитацию, просыпаясь утром, также делай медитацию, потому что пыль постоянно накапливается, это пыль, ум, также подобен этой пыли. В течении дня она накапливается, затем в течении ночи вы видите сны, и опять эта пыль накапливается, и необходимо утром ее опять очищать. Все время нужно делать медитацию. То есть, в течении дня вы можете дать медитацию, и так далее. Что-то в течении дня вы можете начинать делать медитацию. В санын в течении дня я только говорю медитацию, и в течении дня вы хотите сделать 1 ст step, и в 2 ст, вы не можете сказать, что не принимать санын в течении жизни, потому что, не будете прожать эту писью. Я не делаю медитацию. Если вы собираетесь идти на третий, четвертый, пятый шаг и не принимаете саньясу, абсолютно что-то неправильно. Я не принимаю саньясу, потому что не могу каждый день медитировать. Но тогда, как вы идете на четвертый и пятый шаг, вы же не готовы. Так что вы должны быть осознанными по поводу этого. В первую очередь, если саньясу, медитация должна быть, но если вы делаете саньясу, медитация должна быть. Если вы проходите шаги, медитация, тем более обязательно. Хорошо. Заканчиваем. До того, как мы закончим танцы, празднования. С благодарностью. У нас есть еще огонек. Что еще? Субтитры делал DimaTorzok